Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 мая и вот вчера только у нас жара была под 30 градусов. Всё сразу потянуло на холод. Это то самое традиционное похолодание на черемуховый цвет. Вот у нас расцвела черемуха и сразу холодно. Ночью сегодня уже было 4 градуса. И вот как раз пригодилась та самая агроткань, про которую я говорила, что в крайнем случае я буду томаты свои накрывать. В этом ничего сложного нет. Накинул, придавил. Всё. Сейчас покажу. Ещё вам одни грядки. Ну, короче, всё, что было высажено, всё в эту ночь уже было прикрыто. Следующая ночь будет 3 градуса. И там даже, я смотрела в прогнозах, промелькивает где-то 1 градус. Сейчас мы по дорожке пройдём, я вам покажу другие грядки. Ой. Так. Вот это у меня те, которые индетерминатные я выкладывала лёжа. У нас получились такие длиннющие, маленькие, низенькие тоннели, потому что они не высоко над землёй. И, закрыв их один раз вчера вечером, я их не буду открывать теперь целую неделю, потому что днём хорошая ясная погода будет. 12-14. Можно было бы открыть, но открывать смысла нет, потому что... Блин, кошка тут как тут. Потому что каждую ночь будет опускаться до 4-3 градусов. А как вы понимаете, что всё это открытие-закрытие очень трудоёмкий процесс. И если, я уже сразу, как у меня заранее всё намечено, если будет температура 1 градус или 0, я сверху ещё закрываю всё полиэтиленом, потому что вот этот вот нетканный материал, он без полиэтилена тепло не держит. Прикрыв полиэтиленом, если будут они прикрыты, там тепло за день будет аккумулироваться, и ночью оно не будет выветриваться. А тряпка всё-таки, она есть тряпка, она проветривается. Она, конечно, от холода уберегает, но тепло там не сохраняет она. Вот так мы выглядим 10 мая. Все прикрытые. Ночью холодно. Вот сейчас я утром встала, вроде уже и солнце светится. Это всё, ну, 6 градусов всего. Ночью было где-то 4-5. Это холодно для томатов. При 4 градусах я всё-таки предпочитаю прикрыть, не рисковать ими. До свидания.